сейчас я собираюсь приготовить самое простое и одно из самых лучших органических удобрений который делается очень просто я им пользуюсь уже примерно около 30 лет и за это время я заметил насколько данное удобрение очень хорошо сказывается на росте растений что после него растения прямо желают для того чтобы его приготовить понадобится обычная трава любой сорняк что растет в вашем огороде и желательно подбирать травку которые помягче идеальным варианта будет про крапива это просто идеальный вариант для такого удобрения также многих растет сныть до которые очень сложно выпалывает до пропалывать которые тяжело вывести некоторые не знают что сделать с ним ну вот это один из вариантов и некоторые думают о том что же делать борщевиком особенно у кого растет большевик сосновского это борщевик сибирский поэтому я спокойно его беру хотя сейчас пасмурная погода вы борщевик сосновского не страшно но у кого борщевик сосновского растет да вот еще один из вариантов куда его можно использовать но вы конечно знаете да что в нем есть очень много фура на комаринов борщевике сосновском в борщике сибирском их мало то есть это вещества которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету из-за этого при попадании сока борщевика сосновского на кожу это вызывает ожог ожог на солнце но в тени до в пасмурную погоду ничего не будет поэтому собирайте или ура на утром или вечером или же может пасмурную погоду тогда все будет хорошо вину или самое простое то перчатки одевать это одежда защиту и все можно и так собирать поэтому можно его использовать тоже как такое удобрение у кого его много кто не знает куда его девать а так любые травы подойдут просто почему я сказал мягкие травы потому что твердые травы например как костер или тоже не здесь еще есть болотная трава эти травы они твердые и им понадобится намного больше времени для сбраживания теперь я заливаю водой на и заметили у меня где-то одна треть травы почти половина бочки чуть больше одной третье половина я обычно так делают половину или одна третья травы вы можете конечно и другие пропорции сделать но я заметил что концентрация очень хорошая тогда я поливаю не размешивая вот налил она сбродилась а примерно я на пятый день обычно делаю если у вас очень жарко жара то может даже и и на третий четвертый день все делаться ну я обычно на пятый день у меня очень как бы хорошо она спрашивается к этому времени и от него вонь идет вот эта особенность то тогда удобрение готова когда сильно воняется я теперь на заливаю просто водой и оставляем бродить на солнышке оно будет нагреваться и посмотрим когда сбродится что получится главный огородник отдыхает после трудового дня начало барсик пара как ты думаешь парада пора проверить что же произошло с нашим удобрением прошло три дня хочу сказать что как только начался процесс брожения вокруг удобрения скапливалось большое количество мух даже сейчас видно да что летают мухи потому что для них этот запах как для нас запах духов да то есть им этот запах приятен перегнивание травы и ферментации кстати верхний слой травы всплывает потому что нижний слой перегнивать верхний всплывает поэтому время от времени надо его топить да и или перемешивать даже лучше чтобы было так чтобы со всех сторон трава перегнивала обратите внимание на цвет травы какой она стала сейчас вот темно-темно-зеленого цвета то есть это нормальный хороший цвет данное удобрение такого вы должно быть цвета ну и для нас конечно не так приятно запах когда для мух но для растений это вообще очень хороший органического удобрения как говорят будет расти все как на дрожжах так хочу обратить внимание что травы травы да какие стали вот твердые травы они стали мягкие такие как костер например кроме конечно болотной травы болотная трава она все так же твердая как только свежескошенная остальные травы даже твердые стали мягче а мягкие травы такие как сныть и борщевик листья крапивы они полностью переработались от листьев крапивы ничего не осталось а от крапивы остались только одни стебли где-то этот видел стебли вот они смотрите вот что осталось от крапивы одни стебли кстати они тоже стали помягче уже не такие твердые через недельку и да если мы хотим что полностью перегнила трава то через недельку и стебли уже перегниют если конечно шаре но я обычно знаете я обычно 35 дней жду вот час три дня уже готова удобрения уже можно поливать мягкие травы переработаются а твердые травы которые стали помягче я их обычно и их иммульчирую то есть я выкладываю на грядки данные травы это тоже очень хорошее удобрение будет на грядке которая будет постепенно перегнивать а вот основное наше удобрение наливаем в лейку и поливаем огород знаю что некоторые поливают размешивает но я обычно не размешиваю так поливаю опять же консистенции разные объемы разные посадки тоже огород тоже разным бывают у некоторых очень большие плантации поэтому им приходится размешивать так что спасибо вам за внимание пишите комментарии если вы пользовались особенно данным удобрением напишите да может быть еще какие-то интересные моменты вы можете рассказать что будет всем интересно ну и до скорых встреч